У меня есть к вам несколько вопросов. Я побывал на вашем форуме, почитал много информации. Голову поднимите выше, вы прям скрываетесь. У вас сверху много места пустого. Вот так, вот все. Нет, еще маленько поднимите. Видно меня, так? Да, вот так лучше. Не спускайте голову вниз. Говорите. Вы с какого города? Я с города Риги. Рига? Это Латвийская республика. Я знаю, там, нынче мы были там. У вас фамилия Юрченко, да? Юрченко, да, Юрий. Так, слушаю. У меня есть вопросы. Первый вопрос. Меня интересует посещение вашей деревни, да? Ну, визит как бы такой, так скажем, познавательный, да? Посмотреть на ваш быт, как вы живете. В принципе, меня интересует проживание в вашей деревне. Вы намеренно выезжать? Выезжать намеренно оттуда или что? Да, то есть, ну, как бы приехать к вам, да? И пожить в вашей деревне, и посмотреть, как вы живете, познакомиться с вашей верой поближе. Вот. То есть, такой интерес есть. У меня есть просто товарищ, его тоже... Сколько у вас человек, которые могли переехать? Вы думаете, переехали, и просто посмотреть? Для сначала просто посмотреть, ознакомиться, а потом уже в дальнейшем там на месте уже можем разговаривать. Ну, у вас намерение-то есть выезжать оттуда? Ну, есть, конечно. Вот. Вообще-то я гражданин ранее... Порядку поговорим. Так, сколько у вас... У вас семья есть, да? Нет, у меня, к сожалению, семьи нет. У меня... Мне, как бы, 29 лет, я не женат, и никогда не был женат. Как бы, может быть, это странно, может быть, нет. Ну, вот. Так, подождите. И у меня есть друг. Юрий, я забыл сказать. У нас все снимается, и все выставляется в интернет. Вы не против? Да, 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 да. То есть вы никаких претензий не заявляете к тому, это никакой не тайный разговор, у нас все открыто? Нет, без проблем. Я вам задаю вопросы. Я хочу сказать, что... То есть вы можете записывать. Тогда имеет смысл мне разговаривать. Сейчас один зашел, он что-то там непонятно, да не снимать. Мы сразу выключили, и на этом конец. Да, да, да. У нас каждый разговор записывается. Вы не против, что это будет выставлено в интернете? Ну, я бы не хотел пока это. Так, разговора тогда не получится. Все пока, до свидания. Если таится человек, я понимаю, там что-то у него есть темное. Мы ходим перед Богом открыто. Еще бояться я не знаю. То есть вы не против, что это у нас снимается и выставляется? Мы предупреждаем всех. Не против. Я не против. Так, у нас, когда приезжает человек, нужно, чтобы у него было 5 качеств. Первое. Доказать, что он не лжет. Не пьет. То есть спиртное. Не курит, не матерится, не ворует. Вот 5. Тогда мы разговариваем. Первый разговор. Дальше. У меня уже... Дальше я сейчас выскажу все. У меня уже есть все эти качества. Так, дальше. Одинокие у нас не приживется. Это очень трудно. Может, можем нынешне так провели собрание, решили одиноким дать шанс. Побыть здесь, может, где-то кому-то помогают. Но если средств нет и помощи нет, ни братьев, никого. Но это на ровном месте. С чего начинал Ярмак, Хабаров и другие. Деревня с нуля. И каждый строится сам. Помогать некому. Каждый только первое время, чтобы подняться. Понимаете как? А просто так приезжай. Нет, нас два. Нас два человека. Так. Повторите еще раз. Игнатий, нас два человека. То есть есть я и мой товарищ. Мой друг, так скажем. А у друга что, тоже семьи нет? У друга тоже семьи нет, да. А вы судимы не были? Нет, я судим не был. А товарищ? Товарищ тоже не был судим. Товарищ очень хороший специалист в строительстве, кстати. Ну вот если средства есть. Если что-то. Если средства есть. А средства это что означает? Это или купить домик, кое-что есть там. Или строиться. Строиться это соседние километров за пятьдесят. Есть, строим такие базы, откуда можно кирпич, лес, все покупать и строить. Все начинали с лопаты. Скапывали огород, садили, постепенно поднимались. С коровы заводили хозяйство и живут. А уже проходит время, дальше меняется все. Сколько у вас населения сейчас в деревне? Около тридцати человек с ребятишками. Тридцати человек с ребятишками. Хорошо. У вас, значит, есть какие-то заброшенные дома и заброшенные земли, да, как я понял по видео? Заброшенных земель и домов нету, заброшенного ничего нету. Это так, что мы их придержали, которые были люди, выехали, ну, у них дети уехали там во Францию, пригласили их, они туда переехали. Мы эти дома купили, это не заброшенные. Это... А, понятно. А вопрос, сколько у вас, допустим, если есть какой-то дом стоит, какие цены? Ну, 200 тысяч рублей. Так примерно. Ну, это... А если самим строиться и купить землю? Ну, да, когда человек сам строится, а землю это уже потом покупать-то пока, это всегда дешевле, по-моему. Потому что ты строишь как тебе надо. Ты можешь поменьше сделать, а то вот хозяин уехал, у него там три комнаты, ну, большой дом. У него хозяйство там на 5, на 10 коров, да на 20 свиней, да на 30 овечек. А у вас, может, другое хозяйство будет. Поэтому расходы будут меньше постройки. Вопрос. Вопрос. У вас люди, в вашей деревне живут только хозяйством, правильно? Только хозяйством. Все православные. Первый вопрос, православный человек или нет? Деревня православная. Я православ. Ну, вот вопрос дальше. Я понимаю, что она православная. Все с бородами, все с бородами. Бороду не трогать. Абсолютно не задевать, не подправлять. Если женился, женщина у нас всегда ходит в платочках. На улицу даже маленькая девочка не выходит без платочка. Мы на старинных... Это я все в курсе. Строится на старинных, благочестивых русских обычаях. Всегда ходить в поясе. Вот вышел человек, вот он, поясок, видите, он никакой есть. Всегда, чтобы был с поясом. Это не нищий, это наш дресс-кул. Я уже подставил. Да. Я понял. Хорошо. У вас есть, допустим, если на первое время... Ну, ну, говори. Игнатий. Если на первое время к вам приехать, у вас есть где остановиться? Есть. Остановиться есть где. То есть, чтобы остановиться и не... Ну, остановиться что означает? Вот это уже как бы... Остановиться это что означает? Переночевать? Ну, на время, так скажем... Да, переночевать. Ну, конечно, есть. Мы вот когда потоп там был... Ну, это вот уже другое. На востоке был, там, Хабаровский. Мы дали объявление даже. Мы одновременно могли принять 70 человек. Это хорошо, что вы можете как бы принять. Принять. Потому что мы понимали, люди в нужде. Весной начинают строиться. Но там государство было заинтересовано на востоке людей задержать. Вот такое дело. Человек, который не любит сельское хозяйство, ему зачем сюда ехать, такую дыру? У нас есть государственная школа, церковь, священник свой. Вопрос в том, если ваши люди, они могут подсказать и помочь просто по быту, как развить сельское хозяйство, проконсультировать? Совет всегда дадут. У нас есть фермер один. Он приехал, у него только ребенок и жена. Он сейчас фермер. У него 4 машины, кажется, 3 трактора, 30 крупного рогатого скота, 180 гектар пашни. Сын учится в университете, дочка только что закончила университет. В Барнауле от Барнаула 150 километров. От железной дороги 4 километра. Это не глубинка какая-то. Но дорог туда 16 километров от трассы, это уже, как проверишь, проселок по погоде. Понятно. К вам автобусы туда входят, то есть добраться до вашей деревни можно? Ну и с нашей помощью, конечно. Только летом, зимой ход категорически запрещен туда. Там нету, на станции нету, голая степь. А поезда только ночью идут. Да и зачем зимой? Зимой ходу нету. Зимой там смерть. Нет, зимой нет. Ну летом. Ясно. Зимой неинтересно. Ну думайте, допустим, семья. Вот вы были бы с семьей, с ребятишками, то у нас вопрос бы по-другому стоял. Вот. В школе надо, чтобы ребятишки были сейчас. Сохранить школу. Вот там ребятишек-то, я не знаю, в школе 7 человек учатся и 3 учителя. Это нигде не потерпели бы такое. Ну нам как-то там управление все это еще разрешает. То есть вам больше семейные люди нужны, да, с ребятишками? Да, молодые семейные. С семейные, с ребятишками. Я понял, понял. Хорошо, Игнатий, тогда у меня вопросов, наверное, больше нету. У нас были одинокие приезжали, не один человек. У них ничего не получается. Он один, он не может ничего, ни бревно поднять, ни сделать, ничего нету. Пока сготовить себе, там уже время прошло. Но один. Один это с Хермаком, когда шли люди, они, он один, но у него их таких один-один-один, их было там 600 человек. Они вместе строили. Мы начинали все с лопаты. Огород, главное посадить огород. У тебя своя картошка, живность, все будет. Ну а дальше начинали, землю пластами резали, пластами и камышом прокладывали. А уже дальше, когда что-то стало появляться, корову купили. А потом уже стали строить уже из кирпича и из бруса. Первый строили мы из земли. На ровном месте, ни у кого ничего нету. Но мы знали, это наша родная деревня. Там мы когда-то жили, и 20 лет там был пустырь. И мы добились государственный статус теперь. Подвери, электричество, государственная школа, интернет, музыка, все есть теперь. И храм. Все с нуля. Работать, говорит, зарю, зарей приходилось смыкать. Теперь вездеходы, эти не вездеходы, а снегоходы. На соседнюю деревню выезжают, там они машины оставляют, перегружают молочные, молочные там сливки, мясо, и везут в город каждую неделю. А один ты что-то сделаешь? И продают. Ну да, продают, этим и живут. Этим живут. От молочники, мясо, и другой держит там свиней. Вот один держал у нас свиней, у него около 100 штук было. Он построил, большая там ферма целая у него была. А вот у старосты, у него крупный рогатый скот, у батюшки там овечки до 100 овечек. Это жизнь. С этого начинали всегда. Осваили просторы Сибири именно так. Работали, и Бог давал все. Я понял вас, Игнатий, хорошо. Вот у вас знакомые. Ну конечно, одному да. Нет, у нас были одни. Вы напрасно будете мучиться, да мало того, еще начинают там скрытые, курил когда-то или пил, будет замечено, человек сразу будет отказано. Ну, приехал, его же не знаешь как. Один приехал, а у него ампула вшитая, там называют торпеда, от пенки. Нормально все мужик был, дом построил, мастеровой-то. Запил, раз-другой собрание провели и выехал оттуда. Добик продал и все. Нет, я не пьющий. Ну ладно, хорошо. Я понимаю, люди разные. Вам сложно что-то доказывать, я не собираюсь вам ничего доказывать. У меня были вот вопросы, я вам задал. Я вас прекрасно понял, что как бы одному или вдвоем там нечего делать у вас. Ну да, вдвоем даже, если вы неженатый, ну не знаю. Ну, все-таки 23 года мы строимся, и не было, чтобы один прижился. Это невозможно. Невозможно. Один учитель у нас там работает. Я понял. Один неженатый. Так он, ну у него и дом, и все есть. И машина, и учитель преподает, у него доход есть. А ты один, у тебя нигде ни рубля не будет. Ты же с протянутой рукой пойдешь с первого дня. Хлеб не на что купить. А это русская печь, мука есть, жена сама стряпает, у тебя все есть. Если кто думает детей воспитать по-христиански, лучшего места просто не найти. Все до одного верующие. Все строго православные. Ну, что человеку надо-то? Ни одного пьяного нету. Ни драк, ни воровства, ничего нету. И дети родят такие. Я понимаю. Поэтому нас, как бы, меня интересует, что вот именно такое, что верующие люди, да, и православные. Потому что сейчас очень много всяких вер, да, может быть, вы слышали, в Алтайском крае, верующий сырье он такой. Это не в Алтайском, это в Красноярском. Торопов, бывший милиционер. Антихрист. Да, это Красноярский. Да, Красноярский. Антихрист на русской земле. Мы православные. У нас приезжает епископ и служит Московского патриархата. Московская патриархия. От патриарха Кирилла. Ну, вот в том-то и дело, что там, конечно, человек, там как бы секта своего рода. Вот. И... Вот у вас, если бы были знакомые, там, несколько семейных, и к ним присоединиться, даже жили бы отдельно, не с их семьей, и им помогали строиться, а потом бы они вам... Вот этот момент подходящий был. Вот вы найдете таких людей, которые желают выехать из Латвии-то? Ну? Пожалуйста, пара лайкс. Ну... Понимаете? Хорошо. Ну, видите, есть в каждом городе, вот, допустим, к примеру же, да, то есть этот же самый, как это Антихрист, да, Виссарион. У него есть здесь собрание людей, те, которые собираются якобы, и туда ездят, к примеру. Да. Они продают дома в городе и едут. Там люди очень зажиточные. И остальных требований никаких у них нет. Да, они... У нас строгие правила, на чем русское государство строилось. Это совсем другой уровень. Не верующие, это тьма людей. А чтобы по-настоящему верил, он один. Господь говорит, много званых, а избранных мало. Мало. Много и мало. А там ничего этого нет. Это язычники. Никакой веры нет, ничего. Он себя выдает за Христа, за Бога. Ну, да мало еще в сумасшедшем доме делают. Ну, да. Так оно и есть. Таким людям мало верится. Мало верится. Да нисколько им верить нельзя. Мошенники, обманщики. Какой он Бог? Какой висарен. Был милиционером Сергея Торопов. Так, ну все пока, до свидания, да? Ему приснилось, что он посланник Господний. Так, все, отходите, мне снова звонят. Благодарю за звонок. Отключайтесь. Все, спасибо, до свидания. Отключайтесь.